И взмолились они. О, Войт, расскажи нам, пожалуйста, тактику на Холеона 25 героек. Ну, что поделать, пришлось рассказывать. Значит, гильдия Дарк Старс, для вас я попытаюсь рассказать тактику на Холеона. Начнем мы с основ, со способности его. Вот наша группа ВКонтакте. Вот, если вы напишите в поисковике, тактика на Холеона, будете смотреть на разных сайтах, то когда-нибудь вы попадете на такой сайт, где написаны способности Холеона. Не будем учитывать пока, что это для десятки, просто мы прочитаем способности. Сумеречная точность. Насчет нее я не уверен, работает она на сервере или нет, но должно вроде как уменьшать шанс уклонения от его атак на 20%. То есть танка бьет, но танка уклонения меньше. Хоть это ему и не пишется, дебаф не вешается, на Холеоне должен висеть. И шанс попадания от Холеона по танку на 5%. Удар хвостом. Это сзади, где хвост, где помпочка такая. Он наносит урон и оглушает. По-моему, на 2 секунды или на 3. По-моему, на 2. Рассекающий удар. По недавним сведениям, информацию такой человек, как Норексис, у нас доставил, 11-12 секунд каждый происходит рассекающий удар. Перед мордой Холеона, возле танка. То есть пробегать там, где стоит танк, под лапами передними нельзя. Вы можете быть рассечены этим ударом. Рассекает 10 целей. Спокойно. Это ваншот будет. Физическая реальность. Где мы начинаем бой? Огненное дыхание. Здесь все очень просто. В Геройке оно, по-моему, под 47 тысяч бьет. Под 43-47 тысяч. Без учета резистов. Метеор. В Геройке 50. 80 или 70 тысяч. Это в радиусе 8 метров. Кружочек такой или 15 метров. Из него мы выбегаем. И там появляются 4 ручейка пламени в случайных направлениях. Это мы тоже все знаем. Это вот огонь, который дамажит. В Геройке он, по-моему, по 11 или по 10 тысяч должен дамажить. В секунду или в 2 секунды здесь неизвестно. Но на нашем сервере, по-моему, он их в секунду бьет очень быстро. То есть стоять категорически нельзя. Пылающий огонь. Это метка. Это как проклятие, как магия считается. Диспорить себя могут друиды, маги, присты. Ну и некоторый класс, там, паладин. Кто магию, можете проклятие и не спорить. Смысл метки. Она тикает, когда ее повешали. Появляются у на игроке стаки. Помимо урона, который по нему проходит, в нем еще стаки есть. От количества стаков зависит размер лужи, которая появится после рассеивания этой метки. Тут написано, что его можно отрезистить. То есть, если предугадать, на кого будет вешаться, то панцирь, допустим, может срезистить эту метку. Но мы этого внимания не берем. Здесь написано, что влияет на размер лужи. Возгорание. Это дота, которая активируется после снятия дебафа. И она вешается только на тех, кто стоит в зоне взрыва. То есть, стоит в этой луже. Есть что она откидывает. Это огненная метка, огненная лужа. Если рядом с ней стоять с человеком, с которым вы здесь полет, то вас будет откидывать. Метров на 20, на 30. Вот как раз это и есть механика откидывания. Насчет героической и обычной, я не знаю. По-моему, в обычной тоже откидывает. Потому что нет. Но мы про героек, так что нас откидывает. Во тьме. Сумеречная реальность. Не называют сумрак. Тьма. Ну, тьма называем. Темное дыхание. Аналогично огненному. Также бьет. 47 тысяч. Без учета резистов. Пелена полумрака. Здесь написано 3 тысячи. Это обычная сложность. В героической, по-моему, 4 с половиной. Без учета резистов. Каждые 2 секунды проходит урон. Он захиливается хилами, такими как R-Drew. То есть, те, кто хотают рейд по массе. Всякими бойными ростами. Лезвие, лучики, шарики. Это все на видео еще посмотрим. В сложном режиме здесь написано 4 сектора. Так, лезвие. Конкретно про лезвие. Вот здесь написано для обычной сложности вот эти цифры. Наносят они, по-моему, в секунду. Тикать быстрее, чем раз в секунду. Значит, 2 раза в секунду. Ну, примерно, считайте, что в полсекунды 2 раза плохо. Вот это ваншот. В героической сложности эти цифры как минимум 2 раза больше. Вот здесь написано, да. Даже больше, чем 2 раза. Они тикают по 40, по 30 тысяч. Не знаю, как у нас точно на сервере. Но это ваншот. Метка поглощения души. Это аналогичная света. Только если рядом с игроком стоять, то будет вас засасывать в эту метку. Поэтому нужно не стоять рядом. Это касается хан. Ханта. Хан должен ближе к рейду подходить в тот момент, когда человек какой-то выносит метку, если он в этом не играет. Тут, соответственно, написано про стаки. То, что ее снимать. К стенке надо выносить. Это все мы дальше подробно рассмотрим. Понятно, значит, какие способности. Следующее, самое главное, что нужно понять. Первая и вторая фаза это очень просто. На них падать нельзя. Нужно все идеально знать. Третья фаза, самая сложная. Для рева, для танков и хилов. Ну и также напряженная для ДД. Для любых ДД, для напула, для всех. Самая важная способность это материальность. Что нужно понять всем, что смена материальности происходит каждые 15 секунд. И он будет получать баф, который изменяет получаемый и наносимый урон в зависимости от того, какой урон проходит по второму аспекту. То есть, вы бьете его сильнее в сумеречной реальности, он начинает получать и наносить меньше урона в ней. И больше, и в физической реальности. Всего 11 разновидностей этого бафа. Ну, для тактики зерга, которую мы рассматривали, когда были в адептах, когда мы убивали по ней, актуально было знать про все виды этого бафа, про эти проценты. Сейчас для нас актуально знать только, получается, 3 или 4 вида бафов этих. Но первая материальность, когда 50, это вот это вот описание. Обычный урон, который на первой и на второй фазе. Следующее. Если наносимый урон увеличен на 15% и получаемый увеличен на 20%, это значит материальность 60. Следующее 70, следующее 80, следующее 90, следующее 100. Чтобы вы понимали, урон увеличен на 200%, учитывая, что он бьет по 30 тысяч, по 37 по танку, это ланшоты. 70% материальности, это тоже очень сложно выжить и почти нереально 15 секунд эти прожить. Поэтому мы играем на материальностях, на процентах таких как 40, 50, 60. Так как бьем по стандартной тактике. Следующее, значит, наносимый урон уменьшен на 10 и получаемый уменьшен на 15. Это 40% материальности. Что нужно понимать игрокам? Когда вверху экрана, я дальше покажу, где это находится, где эти проценты пишутся. Когда вверху экрана написано 40 циферка, 40% материальности, то вы, ваша материальность, должна либо стопнуть дамаг, либо, если у вас тьма, то вы не стопаете, или в свету просто сильнее бьют. Либо, если в свету кто-то упал, или они бьют в данный момент трэш, с трэшом проблемы там не могут упить быстро, то вы стопаете по команде и рейла, это все делается. Но, как правило, урон очень большой у наших рейдов, и тьма не стопает на 40, и благополучно становится 50%. Но, для света очень важно, так как дд в свету в наших рейдах очень много, во тьме всего лишь 5 дд, а один танк, три хила, они не смогут никак передамажить свет, так как в свету очень много дот вешается на босса, и в свету, когда становится материальность 40%, во-первых, эффективность дд падает на 15%, хоть их Ален бьет меньше, это самое важное, что нужно понять для людей, кто играет в свету, нужно сразу стопнуть урон по боссу, не бить его, не обновлять доты, стопнуть автоатаку, убрать питомцев. Это делается по команде РЛа, но не думайте, что если РЛ не скомандовал, этого не надо делать, потому как, если РЛ запутался, засмотрелся в небо и тд, если РЛ опоздал на 5 секунд, это может быть фатальным, потому как, если вы продолжите наносить урон, вы можете пересилить урон 5 человек из тьмы, и сделать материальность 30, что в свою очередь приведет к тому, что урон в свету по танку уменьшится на 20, урон по холиону уменьшится на 35, то есть ваша эффективность еще упадет, и вы, ну грубо говоря, я бы плохим словом вас назвал, а во тьме произойдет следующее, во тьме материальность будет 70, вот она, так, нет, 70, по-моему, вот это, так, вот это же 60, вот это 70, получаемый урон будет выше на 50%, да, там дамагеры смогут больше ДПС, но их всего 5, урон по танку увеличен на 30%, это будет около, ну, 43 тысячи там, 45 тысяч будет проходить по танку, учитывая, что наши танки от 58, танчат от 56 до 50, до 64-5 тысяч хп, то, как и в 50% материальности, их убьет за два удара, ну, просто захилить такое количество урона будет намного сложнее, вот что самое главное нужно понимать на третьей фазе, остальное касается трэша, который появляется из метеора, здесь нам про это не пишут, здесь все стандартное, основа, база, знания, на способности дракона и так далее, вся вот эта ерунда. Закрываем. Теперь мне хотелось бы представить картинку вам. Здесь конкретно гайд, но есть проблема, гайд озвучен на английском языке, я попытаюсь для вас перевести какую-то часть, которую я смогу, ну, по крайней мере, приличную часть, и донести до вас смысл тактики, на холиона, что и как делать, и вы наглядно это все увидите. Это относится к базовым знаниям, то, что нужно и необходимо знать, когда вы идете в рубиновое святилище на холиона. Ну вот, человек поприветствовал, говорит, вот это гайд, типа, на холиона, и говорит, что если у вас есть проблемы с убийством холиона, вот он рассказывает, как себя надо вести. Он рассказывает о том, как выносить метку. Вот если вы бьете босса, примерно, как он показывает, вот так нужно выносить метку к краю. Он говорит, что не нужно пятиться, как дурачок, вот как он показал, нужно просто быстро повернуться и вынести. Вот, к стенке. Все правильно. Это все на реакцию, то есть здесь показывается, как во тьме выносить. Ну, здесь говорится о том, что танк должен на маунте согреть босса, чтобы он остался в центре. Это делается для контроля метеора и меток. Он говорит о том, что с метеора в героической сложности 25-ки появляются элементарные, большой и маленькие. Вот они показаны. Если маленькие находятся с большим, то они вырастают. Для этого нужно держать их раздельно, большого и маленьких элементарий. Он говорит, что нужно 4 танка, но мы играем в 2, в 3 танка. все стоят в этом кружочке вот в мели-ранжи, где бьют в мелики, для того, чтобы контролировать место, куда будет падать метеор. лужу АДК раздел. Это для того, чтобы они элементарно убили сразу хилов, пошли на танка, на АДК, с ДК там забирал. демиджинг both АДs and the boss. If somehow one or two fire elementals aggro the main tank or the big АД tank, do damage to them, death grip them, so they come back to the raid. The large АД has a tank moving him to a side. Since he cannot be taunted, direct damage is needed and help from hunters with misdirect is important. Ну, здесь говорится о на пули большого агро. У нас в АДК очень легко набирают агро. Once they misdirect the big ad, they should just keep on going and do damage to him. The rest of the ranged switches to the big fire elemental, once the small one ну, здесь говорится RDD переключается в большого элементали, чтобы его убивать. Если вы получили метку перед метеором, то вы должны бежать вот в ту сторону, как сейчас показывается на видео. за спиной босса и вы можете бежать вокруг с вас дисплейли и лужа лужа вас не убьет. Также дыхание вас не убьет. Здесь он что-то говорит там о героике типа спула, но мы это не используем. в фазе ну, задача соответственно перевести в два метеора на вторую фазу, то есть до 75% лосса добить. У нас это достигается, так как у нас рейды фуловые. первые должны заходить танк, который тончит тьму, потом пара хлоп, которые его хилят, а потом все остальные. ну, здесь говорится о том, что танк должен отвернуть босса от места, где выходят люди, но мы заходим в одной точке танк просто с одной стороны рейд с другой для того, чтобы не попасть под морду холена, где вы можете получить клиф. Ну, вот что происходит если вы заходите там, где морган босса. Танк не успел развернуть босса и убивает много людей сразу. 10 человек рассекает. вторая фаза очень интересна тем, что у нас два лезвия и четыре шариков. Ну, для начала лезвия. они тут говорят о том, что они доверяют танку, который смотрит на шарики и крутят холёву. То есть, всегда сбоку вы будете без запасности. лезвия. Если кто-то умирает в вашем рейде лезвия, от меток, от лезвий, вы можете предложить посмотреть это видео. Он говорит, самое сложное во тьме это одновременно метка с лезвиями. Вот показано, что вы должны бежать примерно посередине между двумя шариками и двигаться вперёд. Отлично показано. что-то много. Таким образом, рейнджи и мэйли сможете страфить легко на шарики. Шарики не intersect на лезвия, не имеете много нарушения когда лезвия и не не будет слишком так, что лезвия будет лезвия специально для лезвия тут для охотки. Если не уверен как лезвия то во лезвия за лезвия если лезвия не лезвия не лезвия 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 и когда лезвия лезвия вы бежите между двумя шариками возвращаетесь в рейд не бегите прямо вас порежет лезвие не бегите в шарик вы сдохнете от пульсации можно бежать к рейду то есть вперед на лезвия и на лезвия и на лезвия заковыка здесь на нашем сервере немножко по-другому все работает немножко по-другому тактика исполняется и давно мы уже по-другому все убиваем здесь как бы были основы давайте посмотрим у меня на канале есть очень много видео за разные классы соулы код фурик бдк шп все врс 25 гер все показано заснято как убивается этот босс давайте посмотрим ддк например что-то тут октябрьское как тут у нас танчат боссы вот нокдаун у нас начинает это значит он будет танковать во тьме я здесь за бдк я танкую свет и огненного голема вместе здесь для тех танков кто хочет танковать свет будет показано как надо танковать вот он появляется голем вы кидаете алпешку желательно что дальность алпешки была вкачана вам будет намного удобнее хален танкуется спокойно тем танком как в прошлом утра по-моему в этом видео я и рэлю поэтому моего голоса не слышно напуливается запись не включая запись моего голоса только при нажателе ну нормально все напуливается вот как вы слышите люди там что-то отвечают а самого рэла не слышно вот здесь я привел голема сюда чтобы контролировать место падения метеора чтобы мне было легко забрать второго голема я его забираю у вас маленькие големы идут на рейд их там напугивают и увешает разбойник как ход на дк остальные переводят босса на штатинок тукошу бери туда бред значит вот месте где нужно танковать здесь очень прекрасно показано на рисунке на полу где я встаю можете для себя на заметку взять вот в этом месте надо у нас варенька остался холли палом меня сейчас будет 64000 скоро начнется 3 фаза вот с переходка ловлю босса вот показывается все видно урон который панка не в портал сейчас выходит вид это происходит после третьего лезвия растает цвету даются рост так как материальность сразу становится 60 после того как перевели на третью фазу во тьме дамажили выносится рейд перебегает я готовлюсь забрать голени я его забираю отхожу от огня сразу маленькие мобы идут в рейд напуливаются убиваются материально 40 я там говорил в рк не бить босса все бьют только треш это не только рл должен смотреть на все должны увидеть если что материальность вот она написано здесь наверху экрана вот она циферка все смотрите на нее всегда материальность 50 теперь 40 приеду сказано стопать бить только треш во тьме 3 хила должны справляться с материальностью 60 захиливать тапка и метки первая патия там 3 вары 2 ретрика хилы хули прист дру и ршан эти покорей добивает треш материальность уже 50 уже становится 60 немножко дерево мешает появляется метеор я забираю шкачка дк продюйма маленькие мобы агриться сразу на отхил который идет по танкам на хилов идут их там будет уже адыка на пул 40 материальность стала ребят только коленов цвету босса никто не трогает сейчас они не бьют сейчас татам поставлю после метеора 50 перебегают кто там поставлю давать гейм да вот бьют прекрасно все сливают все все показано что нажимать за дк о материальность 70 у нас стало так что я там не зыбленность прожал вот он секунду заканчивается 60 становится не помню что я там сказал а я тут голема забыл большой 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 так тут форс-мажорная ситуация я в него даю лпшки голема маленький на саде факт буду распадиться но врачу и босса для того чтобы именно вести его у меня нету заставал все нормально там 2 миллиона у босса пытаются добиться полипал живой не терк перебегают я как-то там захиливать 400 тысяч 300 200 50 убили тут заката показан давайте в каком случае сквозь возвращаемся рука выноси дисфальти портуешься к нам беги смотрим метеор бежим смотрим лужи бел халё на переводе не уехал не уехал сразу говорит халё на бомба могла взорваться не уехал не уехал быстрее 10 секунд до фазы олег заходи сразу 4 остается олег скажу когда зайти дайте масс бафы спасибо заходите хил 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 смотрите чтоб лезь у вас не сбрило слава поставишь их это кридмеры кому-то заливаем особое внимание конечно на вынос меток надо обратить это вот первые лезвия сейчас в конце лезвия метка выносится назад вот он все правильно выносит вы видите покажите когда зайти заходим сейчас будет скоро вторая лезвия с разумником пропускайте лезвия бежи к ворде вот она все пропускайте лезвия к моргине сюда и сперть ее сейчас должен вернуться в рейд ну опасно бежит смотрите за глыбы чтоб она не разряжалась а под крэш метку назад и нарисуем хилом заливайте хирошита назад и сейчас готовьтесь после лезвия после метки будем выходить в портал на зрели паза после метки рука выноси только не в портал выходим в свет выходите в свет присты бьем через взрыв цвету рост цвету рука в трусах выходи отходи отойдите в первую метку после метки вот метеорит бежим смотрим лужи цвету не умирайте на лужах наколивайте лужи нормально свет рд больших мелики маленьких рост во тьме рост рост в тьме играем по прэшу небольшого бьем она глина давай сейчас сейчас смотрим метеорит сейчас будет бежим стоп так свет стоп свет не бьем в лужи в рейд аккуратно свет только прожжим больших маленьких ну вот тут видно что потом сразу врываться не надо немножко подождать какие-то танки хит так даю свету на ману так сейчас сейчас так тьма стопайте добейте большого тьма стоп тьма стоп сейчас перебежим до мегирина в общем самое основное всем спасибо удачки я пошел спать всем спокойно вот они героические шмотки падают так вот чтобы без проблем выбивать вы должны рассмотреть гайды прочитать тактику узнать способности это первое второе все зависит от вашей реакции третье вы должны знать свой класс идеально вы должны каждую способность класса прочитать и менять ее вытащить на панель как минимум если у вас чего-то на панели не окажется то вас в рейде будут плохими словами называть ругать и вообще могут с гильдии если вы будете прикидываться в дурачков поэтому гильдия даркстарс успешно убивает рейды холиона леча эдуар и так далее только потому что в ней есть люди которые знают тактику чтобы количество этих людей увеличилось я записал этот гайд и вы можете его посмотреть что я вам от себя рекомендую это прочитать самостоятельно гайды если вы не знаете чего-то если вы в чем-то не уверены если вы приходите в РС у вас есть танк 6.3 и вы не умеете танчить то заходите на канал воида смотрите видео убийства здесь есть бдк хили дд напул рога есть шп сова за много классов есть как убивать холиона как все правильно делать как выносить метки как играть ну больше я не знаю что вам сказать оденетесь вы очень легко в обычках до 6.1 там попадете в целка и оденете героические токены и потом примерно на 6.4 вы можете уже проситься на 6.3 в РС вы будете и если вы хорошие дпс и играете за свой класс хорошо то проблем у вас вообще не будет если вы все это посмотрели прочитали если вы не будете ничего читать смотреть то вы будете вайпаться вас будут обзывать называть плохими словами кикать с рейдов а в итоге могут кикнуть из гильдии поэтому настоятельно рекомендую вам смотреть тактики читать гайды подписываться на канал ну и удачи вам удачи удачи удачи